Всем привет, с вами проект LoftBlog, меня зовут Андрей, сегодня у нас второй урок связанный с темой Android разработки. В этом уроке мы научимся с вами создавать простое приложение Hello World, также разберемся со структурой Android проекта и научимся создавать свое виртуальное устройство на базе Android. Сначала открываем пункт создать новый Android Studio проект. Первое поле это у нас имя приложения. Это имя приложения будет отображаться у нас на устройстве и будет дальше идти у нас по всему проекту. Назвем его FirstProjectLoftBlog. Дальше у нас идет домейн компании. Классы в Java содержат имя пакета. Вот этот домейн компании будет использоваться у нас как имя пакета. Мы можем его выбрать любым каким хотим. Читаться он у нас будет в обратном виде. То есть если мы пишем android.example.com, Читаться он у нас будет и в принципе идти дальше по проекту как com.example.andrew Ну и название нашего проекта FirstProjectLoftBlog. Давайте назовем его LoftBlog.com Com.loftBlog.firstProject Нет смысла донести LoftBlog в Application Name. Создаем. Нажимаем на окно. Дальше перед нами открывается окно, в котором мы можем выбрать по что мы будем сейчас разрабатывать. Это телефон либо планшет, TV, Wear. Также в будущем есть возможность разработки под Google Glass, если мы установим нужные пакеты. Нам пока интересны только телефон и планшет. Далее у нас идет уровень операционной системы Android устройства. То есть те API, которые мы закачивали. Сразу же Google нам здесь проводит подробную статистику. Если мы допустим откроем Android 5.0 Lollipop, то мы увидим, что пока 0 активных пользователей из PlayMarket использует эту операционную систему. Если откроем Android 4.0.3, который я посоветовал скачивать, то мы увидим, что 87.9 пользователей Google Play Store использует данную операционную систему. Допустим, Android версии 4.4 KitKat использует 24.5 пользователей Google Play Store. Соответственно, так мы можем определиться, под каких пользователей мы будем разрабатывать. И сразу же Google нам намекает, что лишние проценты не смогут использовать наше приложение. Только эти. Выбираем API Level 15. Жмем Next. Далее мы должны выбрать, какое у нас будет приложение. Здесь есть несколько видов. Приложение с пустым Activity. Activity в двух словах это наше окно приложения. Нам сейчас интересно бланк Activity, потом я вас научу вызывать в принципе свои Activity, потому что большие проекты, они могут содержать очень большое количество вот этих Activity в себе. То есть может быть куча классов, куча Activity, все будут друг с другом связаны и в принципе будут использоваться. Жмем Next. Activity Name это название нашей главной функции Java. Layout Name оставим просто Main. Main это название шаблона экрана нашего Android приложения. Мы еще познакомимся с ним сегодня более подробно. Дальше у нас есть Title и меню ресурс name. У нас сейчас будет создано маленькое меню, которое в принципе не будет использоваться. Я вам сейчас чуть позже покажу. Ну и в принципе все. Жмем Finish. Видим запустилась система сборки Gravel. Это новая функция, которая создана компанией Google. То есть имея ряд каких-то команд, скриптов, он сам производит сборку нашего проекта. Он его собирает для дальнейшей разработки и также потом его компилирует и запускает на нашем устройстве. Вот сейчас мы как раз таки видим, как Gradle собирает наш проект. Он берет все возможные информации нашего проекта, все возможные зависимости. И мы получаем набор классов файлов и библиотек непосредственно уже для нашей разработки. Перед нами открывается главное окно Android Studio, которое связано уже с разработкой. Загружается наш главный файл ресурсов main.xml. Можем просмотреть его визуальное. Как раз сейчас у нас открылось его визуальное отображение. И следующий этап мы можем также просмотреть его представление в виде XML, языка разметки. Более подробно я объясню на следующих уроках, что здесь за команды. Давайте познакомимся в принципе с тем, что есть в нашем проекте. Есть manifest file. Это файл набора конфигурации нашего приложения. Я также не буду вам рассказывать, что здесь есть. Советую вам пока сюда не лезть и ничего здесь не менять. Потом у нас есть Java. Соответственно здесь у нас хранится исполняемый код нашего приложения. Все написано на языке Java. Я не буду вам объяснять подробно код, переходим дальше. Дальше у нас есть Android Test. То есть наша система сборки проекта Gravel сразу же нам собирает возможность тестирования нашего приложения. Это очень удобно для больших проектов. Но пока подробно я тоже не буду вас с этим знакомить. Все в следующих уроках. Далее файл ресурсов. Первая папка у нас Drawable. Это наше изображение, которое хранится в проекте. Пока у нас только значок Android. И они соответственно идут разных разрешений. Также Layout файл. Вы его уже видели. Дальше идет файл меню. Он пока у нас не активный. Просто с надписью Settings. Когда запустим приложение, я его вам покажу. Ну и Values, где хранятся строковые константы. И в принципе все. Ну и вот Gradle. Сюда пишутся правила, по которым собирается проект. Я вам также сюда не советую лезть, чтобы ничего не сломать. Теперь давайте попробуем запустить наш проект на эмуляторе. Для этого давайте откроем Android Virtual Device Manager. AVD Manager называется. У нас уже есть сразу же собранные какие-то девайсы. Давайте попробуем создать свое виртуальное устройство. Нажимаем Create Virtual Device. Перед нами открывается окно, в котором мы можем выбрать устройство, из которого создадим эмулятор. Есть категории. Это TV, телефон, часы и планшет. Нам нужен телефон. Видимо у меня есть здесь созданный, потом есть здесь дефолтный. Можно выбрать дефолтный, ничего не создавая, можно создать свой. Давайте создадим свой. Нажимаем Create Device. Здесь указываем имя. Здесь указываем скин устройства. Давайте выберем, я точно знаю рабочий, это Nexus 4. Также здесь есть остальные опции, можете с ними познакомиться. Жмем Finish. Вот видим, в категории iPhone у нас появился наш девайс. Жмем Next. Теперь мы должны выбрать операционную систему нашего эмулятора. Есть те, которые мы уже скачали, есть еще не скачанные. Кто хочет попробовать другие операционные системы, вот здесь может нажать кнопочку Down. Дальше идет App Level ABI. ABI это системный образ нашего эмулятора. Он зависит от типа нашего процессора. Если у нас процессор Intel, то выбираем x86. Если другой, то армия ABI. Для тех, у кого Intel. В конце урока я расскажу то, что надо сделать, чтобы у вас запустился ваш эмулятор. Жмем Next. Мы видим имя нашего эмулятора. Также здесь операционная система. И есть дополнительные опции. В дополнительных опциях можно указать азу нашего устройства, внутреннюю память, внешнюю память, камера, скорость интернета. Наш девайс создался, нажимаем на кнопочку Play. Видим, стартует Android Virtual Device. Я вам не советую использовать дефолтный Android Virtual Device от Android Studio, потому что пока они еще не совсем до конца допилены и очень много бывает глюков. Поэтому я бы остановился на варианте использования либо своего устройства, либо использовать приложение, которое называется GeniMotion. Я думаю вы сами сможете разобраться в его установке. Вот ссылка на него. Пока давайте попробуем все-таки запустить на нашем локальном. Для этого на главной панели нашей Android Studio давайте нажмем на кнопочку Run. Зелененький треугольник. И у нас снова запускается Gradle, который уже собирает этот код, чтобы отправить его на телефон. По сути он сейчас выполняет функции компилятора. В случае успешной сборки проекта перед нами открывается окно выбрать девайс. Если бы мы использовали наш настоящий девайс, наш девайс бы открылся бы здесь. Поскольку мы создавали эмулятор, давайте его выберем. Также галочка здесь будет значить, что все ваши приложения, которые вы будете разрабатывать в этой DE будут запускаться допустим на этом эмуляторе. Я не буду ее оставить. Нажимаем ОК. Приложение запускается. В итоге после запуска эмулятора и его разблокировки мы видим наше приложение Hello World. Вот у нас название нашего приложения. Если нажмем сюда, увидим меню пустое пока что. Ну и текст Hello World. Если нажмем назад и зайдем в меню нашего устройства, мы увидим логотип и название нашего приложения. На этом все. Всем спасибо. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До новых встреч. Пока. Теперь давайте разберемся, как нам создать эмулятор, когда у нас Intel. При использовании x86 вы увидели у себя ошибку. Давайте попробуем сейчас ее пофиксить. Для этого перейдем в SDK Manager. Проверим, установлено ли у нас в Extras Intel x86 эмулятор и акселератор. Если он установлен, тогда мы заходим в папку, где установили наш SDK. По дефолту у меня он установился. Очень секретное место. Users. Имя пользователя. Здесь надо открыть скрытые папки, потом WebData, Local, Android и вот SDK 1. Здесь выбираем, соответственно, Extras, Intel, Hardware Accelerator. Вот наш имя. Устанавливаем его. Если вам повезло, он установился, то все, мы все настроили. Если у вас выбила ошибка, что VT не поддерживается, мы должны отключить Hyper-V функцию от Microsoft. Для этого надо открыть командную строку от имени администратора. На Windows 8 это делается вот так. Видим командную строка. Ввели. Правой кнопкой на нее. Допустили от имени администратора. Дальше мы должны вызвать команду, которая отключит эту функцию от Microsoft. Называется она disem.exe пробел обратный слэш онлайн пробел обратный слэш дисэйбл фича Microsoft Hyper-V В комментариях она будет. Все нормально, мы выключили. Теперь перезагружаем компьютер, заходим в BIOS и включаем Virtualization Technology. Дальше снова заходим в SDK, устанавливаем. На этот раз все должно установиться и все. Мы настроили ХАКС для Android, для создания эмуляторов. Вот теперь все, не забывайте писать комментарии, ставить лайки. Всем пока.